здравствуйте с вами команда проекта 99 докторов меня зовут ким алексей юрьевич я врач-травматолог ортопед сегодня хотел поговорить с вами на тему повреждения менисков так как это самое распространенное внутрисуставное повреждение коленного сустава которое может привести к потере трудоспособности снижению активности в спорте потери качества жизни что же такое мениск это хрящевая прокладка которая располагается внутри сустава между бедренной и большеберцовой костями основная функция его это амортизация распределения нагрузки при движении стабилизация сустава в коленном суставе есть внутренний и наружный мениск разрывы мениска часто происходят при интенсивной физической нагрузке которая сопровождается скручиванием или вращательными движениями в коленном суставе к примеру во время занятиями активными видами спорта такие как футбол когда игрок резко меняет направление бега во время игры в баскетбол при приземлении при катании на горных лыжах когда при падении лыжа не отстегивается и происходит скручивание голени также разрыв может произойти при резком вставании с корточек у пожилых людей в силу возрастных изменений разрыв мениска может произойти даже без спортивной нагрузки так как с возрастом мягкие ткани в том числе и мениск становятся менее эластичными и менее прочными о том что случился разрыв мениска может свидетельствовать сильная внезапная боль в колене многие пациенты отмечают что в момент травмы слышали отчетливый хруст щелчок в суставе нередко возникает так называемая блокада когда колено невозможно полностью разогнуть проявляется припухлость возможно кровоизлияние в сустав иногда неприятные ощущения утихают и кажется что повреждение было незначительным запомните друзья это обманчивое впечатление так как следующая даже небольшая нагрузка может привести к более серьезным последствиям поэтому если у вас возникла травма первое что нужно сделать это обеспечить покой поврежденной конечности и фиксацию сустава используйте эластичный бинт или ортез ограничите нагрузку примите любое обезболивающее и сразу проконсультируйтесь врачом предположить повреждение мениска можно на основании жалоб характера травмы и осмотра пациента подтверждаем диагноз на основании мрт исследования желательно чтобы доктор посмотрел мрт исследования сам на диске итак диагноз подтвержден что делать тактика лечения выбирается в зависимости от степени повреждения мениска а также жалоб пациента используются как консервативные так и хирургические методики консервативное лечение назначается при небольших разрывов повторюсь важен покой поврежденной конечности и фиксация сустава применяются противовоспалительные обезболивающие препараты физиопроцедуры улучшая магнитотерапия лечебная физкультура если разрыв мениска большой или возникла блокада заклинивание коленного сустава либо консервативное лечение не дает результата применяют хирургический метод ортроскопия это малоинвазивная операция отличается низкой травматичностью поэтому пациентры быстро восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни врач уже в ходе операции принимает решение о сшивании или резекции то есть удаление поврежденной части наложение швов считается оптимальным методом с точки зрения сохранения мениска но показано не во всех случаях удаляются только поврежденные участки которые уже не выполняют свои функции уже на следующий день после операции пациент начинает выполнять упражнения лечебной физкультуры с постепенным наращиванием активности первое время для ходьбы могут потребоваться костыли обычная полная нагрузка на конечность разрешается на следующий день после операции но при сшивании мениска реабилитация удлиняется поэтому полное восстановление занимать от одного до трех месяцев дорогие зрители никогда не запускайте свои заболевания всегда проще лечить их начальной стадии подписывайтесь на наш канал там много полезной информации делитесь этим видео с друзьями пишите свои темы и вопросы для будущих роликов оставайтесь с нами смотрите нас берегите себя своих близких и будьте здоровы пишите своиства Продолжение следует...